Друзья, меня часто спрашивают, где я беру перчатки и остальные аксессуары для тренировок. Так вот, Workout Shop это лучший магазин с инвентарем для тренировок дома и на улице. Если вам что-то нужно, обращайтесь к ним, ссылка в описании. Всем привет, друзья! Как многие из вас знают, я заболел, заболел я в понедельник вечером. Ходил на тренировку, помните, когда видос снимал, подтягивания, я там сделал 6 подходов и уже все, меня вырубало там напрочь. Прихожу домой и меня резко начало тошнить почему-то и рвать потом начало, полвечера рвал и уснул еле-еле потом. Вот, а перед этим, перед тренировкой вообще я такой гейнер, сижу, пью и у меня резко-резко начало горло болеть. Я не знаю, просто вот так, бам, моментально и горло начало болеть и болит до сегодняшнего дня. Но сегодня четверг у нас, я уже болею 3 дня получается, да, и похудел, похудел, ребята. Это эктоморфы очень быстро худеют, а я подцепил какой-то вирус, который отвечает, я не знаю, который как-то влияет на мой желудок и мне есть особо не хочется. Я очень мало ем и похудел. Именно в этом ролике, когда я уже пойду, я думаю, на выходных пойду в зал, взвешусь и мы узнаем, сколько я вешу после болезни. А также проверим, сколько я могу подтягиваться после болезни, упали ли у меня силовые показатели, выносливость и так далее. Я думаю, интересный ролик будет такой научный и увидим, как после болезни чувствует себя организм. Ну вот так вот я выгляжу спустя 3 дня болезни. Ем я не особо много, где-то маленькими порциями, там 4-5 раз в день. Вот, и вот так вот я выгляжу. Подслил массы, конечно, я думаю, килограммчик-2, но взвесимся, узнаем уже точно. Но это, конечно, понятное дело, что я не мышц слил 2 килограмма, а воды, скорее всего, жирка немножко. Вот. А мышцы, ну, тоже, скорее всего, слил. Без этого никак. Когда болеешь, особенно, когда тебя рвет постоянно, это все, вода из тебя выходит из организма. Это вообще очень-очень как-то нехорошо, особенно для качков. Масса теряется просто вот так. Бам-бам-бам. Вообще, ребят, я вспомнил еще одну историю жесткую вообще. Там прям дичь была, очень жесткая история. Наверное, ни капли не уступает моим предыдущим историям. Видите вот эту шишку на лбу? Я не знаю, видно ее или нет на камере, но она очень хорошо заметна в жизни. Вот здесь такая шишка у меня. И сейчас я расскажу, откуда она у меня появилась. Мне было лет 12, и мы у друга дома часто играли в прятки, в догонялки и так далее. И, значит, в один день мы играли в прятки. Знаете, такая тема? Завязываешь глаза шарфом, либо какой-то тряпкой, там, неважно. И тебя человек раскручивает и как бы просто кидает куда-нибудь, ну, в разные стороны, чтобы ты не понял, где ты находишься. Вот. И один раз он мне завязал глаза. Мы еще с его сестрой играли. Вот. Завязал глаза. И раскрутил меня. И толкнул. И, значит, мне прилетает такая плюха. Бам! Я лбом как ушатался. Знаете, обо что? Об шкаф. И не просто вот так прямо об шкаф, а об угол шкафа. Там острый угол такой был. Я как ушатался об этот шкаф. И сразу же бэм-бэм-бэм-бэм-бэм. И шишак вот такой вскочил огромный. У меня всю кожу вот тут натянуло на лбу. Прям всю кожу с головы стянуло вот в эту шишку. И вот такое ощущение было. Но это еще не все. Это еще фигня. Это еще фигня, пацаны. Почему? Потому что где-то через 2-3 дня я в школе сижу такой. Сижу за партой, значит, и качаюсь на стуле. Качаюсь на стуле. Вы уже поняли, да, наверное, что произошло потом. Качаюсь на стуле на передних ножках стула. Не на задних, а на передних. Качаюсь, качаюсь. И что-то какие-то очень скользкие эти ножки были у стула. Они подкашиваются. Я падаю и об стул башкой. Этой шишкой. Вы представьте, какая боль была. Я просто со всего лета вот так с размаху стул подкашивается под ногами. Я бам башкой. Этой шишкой большой. Она и так большая была. Ударился. У меня просто в глазах звездочки везде. Бам-бам. И шишка, знаете, какая стала? Она стала вот такого размера. Я вам отвечаю. Она выросла вот такая. Я не мог шапку на нее напялить. Она огромнейшая выросла. Я не мог напялить шапку. И значит, блин, у меня такой шок был. У меня все стянуло. Вы представьте, даже тогда, когда я о шкаф ударился, у меня стянуло кожу. А тут просто еще сильнее. И у меня такое чувство было, как будто у меня со всего черепа сняли вот кожу и втянули ее вот в эту шишку. Она вот такая была. Я не шучу. Она была очень большая. Я шапку на нее натянуть не мог. Я пошел... Зима была. Я вышел со школы на улицу, приложил лед. Блин, и такая боль была, помню. Как сейчас помню. Вот. И пошел домой. Я не знаю. Лечил, лечил эту шишку. И не знаю, сколько времени прошло. Не помню. Но много. Пару месяцев по-любому прошло. И вот до сих пор у меня шишка вот такая. Вот тут есть на лбу. Вот такая вот история. Одна из жестких историй. Одна из самых болючих историй у меня. Вот. И если что-то вспомню, еще расскажу. Друзья, вообще я сегодня хотел вам показать крутой супер сет на пресс. Вы можете его делать в зале. Вы можете его делать дома. Но, если вы дома хотите делать, то вам понадобится вот такая вот гантель разборная. И тогда у вас есть все шансы прокачать офигенный пресс. Этот сет я делал всегда. Я всегда его делал, но я делал в зале, потому что там можно сразу же взять много гантелей. Большую, маленькую, 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 еще меньше и так далее. Штук пять гантелей берете и бахаете. Сейчас я покажу, как это выглядит. Значит так. Подкладываем под задницу какую-нибудь подушку, чтобы не больно было. Берем сначала цельную гантель со всеми вот блинами. Накидываем на спину, вот сюда, в районе шеи. И начинаем делать. Делаем на максимум, сколько можем с вот этим максимальным весом. Допустим, я сделал свой максимум. Потом мы снимаем вот эти блины верхние и делаем сразу же без перерыва с оставшимися блинами. Тоже делаем на максимум. Допустим, я сделал на максимум. Опять же, убираем еще блины. Убираем еще два блина. И делаем с оставшимися блинами. Допустим, что я сделал на максимум. Убираем еще блины. И делаем вот с этой штукой где-то два килограмма. Добиваем на максимум тоже максимальное количество повторений, пока ваш пресс просто не умрет. Вот, ребят, что это получается. Вы можете сделать два таких сета. Если у вас силы останутся, можете сделать два. Передышка между сетами где-то, ну, сделайте минуток пять, где-то три-пять минут. Вот. И делайте на каждой тренировке вот такой сет. И у вас прессак будет офигенный. Он будет и рельефный, он будет и глубокий. Это очень круто. Кстати говоря, вот о суперсетах на пресс и другие мышцы. Вы можете заказать программу тренировок на сайте archiomorris.com. Там все программы состоят из суперсетов. Они наиболее эффективные, чем обычные там упражнения какие-то. Они прокачивают мышцы просто на полную. Это лучшие суперсеты, которые я только мог себе представить. Я их проверял уже на себе и на других людях. Очень много хороших отзывов. И сейчас люди покупают и все довольны. Поэтому, друзья, если вы еще не заказывали, не покупали программу, то обязательно переходите по ссылке в описании. И используйте код ARCHU15 и вам будет 15% скидочка. Поэтому, друзья, вперед. Самый прикол в чем, ребят? Если вы, например, эктоморф, то когда вы накачаете крутой пресс, то потом, когда вы накачаете его, после этого уже качать его не нужно будет. Я, например, уже года 4, наверное, точно не качаю. Ну, так, только для вас упражнения снимал и все. Но, чтобы качать его постоянно, я его уже года 4, может, даже 5 не качаю. Достаточно эктоморфа накачать хороший такой рельефный пресс. И он будет всегда. Потому что эктоморфы жиром не заплывают. И это очень круто. Ну, и пока я болею, пожалуйте, в тему отвечу вам на популярный вопрос. Можно ли заниматься, качаться, когда ты болеешь? Это такой интересный вопрос. Знаете почему? Потому что болеть можно по-разному. Если у вас температура, если у вас там кашель, сопли, конечно же нельзя. Потому что организм получает и так стресс большой. Ему нужна энергия на восстановление. Если вы будете еще качаться, то энергия будет уходить и туда, и туда. И вы будете только как бы ухудшать свое положение. У вас будет не прогресс, а регресс в тренировках. Вот. Естественно, с температурой, с осложнениями какими-то противопоказано заниматься. Но, если у вас там какой-то легкий кашель, там сопельки немножко текут, но вы чувствуете как бы себя хорошо, то, пожалуйста, почему бы и нет? Если у вас уже как бы болезнь отходит, то, я думаю, можно, конечно. Значит, второй популярный вопрос. Как питаться во время болезни? Во время болезни нужно очень много пить, ребят. Чем больше вы пьете, тем лучше, потому что вода выводит все токсины, вот эти шлаки из организма. И болезнь будет протекать легче и быстрее выздоровеете. Следующее. Вам нужно есть больше углеводов, больше белков, чтобы много энергии у вас было. Я вот кушаю картошку, например, там вон пельмени варятся уже. Ну, такую еду, которая дает вам энергию, чтобы организм получал энергию и как бы отправлял ее на восстановление вашей болезни. Также обязательно нужны витаминки кушать. Когда вы кушаете витаминки, болезнь будет как бы прекращаться, и вы восстанавливаться будете быстрее. Следующее. Нужно есть меньше каких-то там цитрусовых фруктов. Апельсины, там мандарины, яблоки кислые тоже нежелательно есть. И всякое такое, что будет раздражать вашу слизистую как горло, так и носа. Там это все взаимосвязано, поэтому раздражается вся слизистая вот гортани, и это все туда идет. И, короче, плохо. Не ешьте цитрусовые всякие фрукты, потому что это плохо, даже это врачи говорят. Значит, что важно еще? Важно еще то, что у меня мама, короче, подсела там на перекись, на соду и так далее, и мне теперь втюхивает ее. Но что перекись дает? Перекись дает, что она убивает все микробы внутри. Вот, собственно, у меня тут перекись. Если вам это все интересно будет, и много комментариев очень будет на эту тему, то в следующем влоге я сниму, как, что принимать и так далее. Значит, я пью перекись, утром натощак перекись пью, а также пью соду. Сода там по специальному какому-то приготовлению делается. Сода тоже очищает организм, убивают микробы там, шлаки удаляют, всякие там холестерин вымывают из сосудов и так далее. Мама говорит, крутая штука, она там у какого-то профессора все это выслушала, вычитала и так далее. Если вам интересно будет, то в следующем видео я расскажу, как я уже и сказал. Вот, и я пью как бы с промежутком в полчаса. Утром просыпаешься, выпиваешь соду, через полчаса уже пьешь перекись. Вот, ну не знаю, вроде помогает. Мне еще один парень задавал вопрос, как не потерять мышцы во время болезни. Но это довольно сложно, ребят, потому что, когда ты болеешь, тебе есть, во-первых, не хочется. Я не знаю, может вам хочется, но мне особо не хочется есть. Во-вторых, когда ты болеешь, и особенно если ты дрыщ, октоморфного типа телосложения, то вашему организму нужно восстановление. Откуда-то брать энергию для восстановления вашей болезни. И, как вы думаете, откуда ваш организм берет эту энергию? Естественно, с ваших мышц, потому что у вас жира и так нет, если вы дрыщ, то, естественно, сжигаются ваши мышцы и берется энергия именно оттуда. Естественно, вы потеряете мышцы и удержать их очень сложно. Если, конечно, у вас есть там аппетит жестокий, прям суровый такой ядерный аппетит, когда вы болеете, тогда, естественно, вы не потеряете мышцы. Но если вы дрыщ и у вас нет аппетита, то, увы. Ну что, ребят, я думаю, на время болезни хватит трепа, да, уже, я думаю, вам надоело. Поэтому перемещаемся, я думаю, на субботу либо воскресенье в зальчик. Полетели. Ну что, я в зале, проверим, сколько я вешу после болезни. 76, скинул где-то примерно килограмм. Это учитывая, что я в кроссовках и в одежде. Даже больше килограмм. Такая тема, что я до конца не выздоровел, поэтому сегодня мы проверим, сколько у меня сил, сколько я сделаю подтягиваний. И чтобы вам интересно было, я сделаю это в виде 120 секунд челлендж. То есть я первый подход сделаю на максимум, потом уже посмотрю, сколько сделаю за 2 минуты. Полетели. Раз, два, три, давай. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Продолжаем. 35, ну, подтягивания, ну, остались примерно на том же уровне. Ты, главное, давай не забивайся, потому что ты в отказ делаешь. А я специально показать, сколько я при болезни могу сделать. Сколько там? 35, по-моему, ты сделал. Ну, за минуту ты сделал 35. Пять минуты. 38. Давай. Сколько там времени? 40 суток. Осталось? Да. 40. Она чувствуется, слабость такая в теле. 42. 20 секунд, а было? Уже сейчас будет 10. 10 секунд. 44. Давай, 4 секунды осталось. Давай еще раз. Раз. Все, 0. 45 раз, ребята. А было летом, когда я делал этот челлендж, когда он только разгорелся. 32 либо 33. Поэтому хороший прогресс, я думаю. Смотрите, песик какой. Сейчас догоню. Тут выставка псов каких-то, они такие огромные. Там вообще медведи какие-то ходят. Мне, когда болею, мне вообще делать ничего не хочется. Слабость и хавать не хочется. А Саня, наоборот, говорит, жрет какой. Да, постоянно, когда болею, я буду наедать еще больше. Напишите в комментариях, вы едите, когда болеете, либо нет. Сил нет, но я сейчас все равно сделаю пару подходиков. Надо увеличить подтягивание. Я сейчас Саньку говорю, что несмотря даже на то, что я болею, мышцы задрочились в подтягиваниях. Я делаю просто на изи. Такое чувство, как будто я вешу там не 70 кг, а где-то 30-40. И мышцы просто меня тащат очень легко. Поэтому будем продолжать. Может, получится в 40, я не знаю. Но пока болею, сделаю 35. Не знаю, может, выздоровлю, сделаю больше, посмотрим. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Напоминаю тактику. Делайте на максимум с хорошей, отличной техникой. Потом, когда у вас сила заканчивается, делайте вот рывками, как угодно. И главное, сделать просто в самый отказ, когда вы не сможете сделать вообще никак. Тут хейтеры ко мне пришли. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Хорош. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Что, смотрите меня? ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Красота. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Давайте. Все, ребят, прилетел домой, еще буду монтировать ролик. Спасибо, что посмотрели это видео. Оно получилось длинное, знаю. Напишите комментарий какой-нибудь, чтобы было много комментариев. И поставьте лайк обязательно. Увидимся в следующем выпуске. Пока! ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА